Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня в гостях у нас Влад Янов, украинский танцор, судья телевизионных проектов «Танцует все» и «Украина Матова». Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, это я. И мы в АИФе. Мы очень рады вас видеть, но не за что, не последний раз. Я тоже надеюсь приглашать. Так, Влад, вопрос со мной. Начнем с самого начала, с первых. Первый задал вопрос Влад Воробьев. Какой этап в вашей жизни был самым трудным и как вы его преодолели? Самый трудный этап, это, наверное, был 2004 год. Это тот момент, когда мне пришлось делать вторую операцию на ноге. И это случилось ровно после того, как я только было закрепился в основном в составе балета «Фридом», у меня было достаточно много работы. И я начал зарабатывать какие-то ощутимые деньги, то есть чуть больше, чем купить батон в гастрономе. И кефир, и гречку, да, с килькой в томатном соусе. Гречка уже делит оттенция. Ну, в то время. В то время еще. В то время, да. Каждый себе мог позвонить. Вот. И случилась моя вторая травма. И я, находясь в Киеве, вынужден был платить деньги за съемное жилье, но зарабатывать не мог в течение нескольких месяцев вообще. И некоторые из врачей, скажем так, советовали мне с танцами закончить. И вы их не послушали? Да. Я начал разговаривать со своей ногой, уговаривать ее выздороветь. Ну, и не только это, а и, конечно же, хорошие доктора, реабилитация и вера в то, что я смогу танцевать. Сделали свое дело. И вот поэтому я здесь. Нога не то, что послушала. Нога меня вслушается до сих пор. Мало того, и вторая тоже слушается. И с руками я тоже договариваюсь. Так. Расскажите свой секрет взаимопонимания. С руками, ногами. Нужно любить свое тело и нужно понимать то, что наше тело слышит не только слова, но и мысли. Вот. Поэтому... Мысли должны быть соответствующие. Да. Нужно мыслить позитивно и верить только в хорошее. Ладно. А когда вы начали танцевать в ком возрасте? Мне было 7 лет. Я был в первом классе. И вы уже осознанно поняли, что вы хотите заниматься умом? Осознанно поняли чуть позже, но... Талант появился? Нет. Тогда было просто интересно пойти с девчонками после школы куда-то. За компанию. И удивить? Нет. Удивить это тоже было хорошо. Тоже потом? Да. Хорошо. Так. Следующий вопрос от нашего читателя Виталия. Как вы относитесь к футболу? Играли ли в детстве? И будете ли посещать матчи Евро-2012? Знакомы ли с кем-то из наших футболистов? Давайте по очереди. Ну, в общем-то, к футболу как относится? Играем? Не играем? К футболу отношусь хорошо. В детстве болел этим, как любой мальчишка. А сейчас тренируюсь и по возможности играю в составе футбольного клуба «Маэстро». Это сборная артистов наших украинских. Играю на позиции правого защитника. Вот так. И как успешно? Успешно. Успешно? Отлично. Если что, то есть подверг. Очень успешно. Коллеги по команде называют меня цементирующим защитником, что означает «надежным». Понятно. То есть на вас можно положиться. Хорошо? Нет, ну, если мы говорим о футболе, то на вас можно положиться звучит не очень хорошо. Ну, в переносном случае. А это тоже бывает. Так, хорошо. А посещать матчи собираетесь? Да, у меня есть несколько билетов на групповую стадию и на четвертьфинал. На стадион Олимпийский, который находится в непосредственной близости от моего дома. Что вызывает и восторг, и... И ужас. И ужас. Ну, скажем так, как минимум большой вопрос, чем это все закончится. Вот. Ну, да, скажу обязательно. Мало того, я для фотосессии недавней уже бегал по газону. Так. Вот так. Хорошо. Одним из первых. А с кем из украинских фундоволистов вы знакомы? Близко. Близко знакомы только с людьми, наверное, которые так или иначе принимали участие в тренировках маэстро. Это... Ну, либо сталкивались по другим мероприятиям. То есть это в основном люди, которые уже закончили карьеру футбольную и работают тренерами. Это Влад Ващук, Алексей Михаличенко, Василий Кардаш нас тренировал. Виталий Косовский. Вот так, собственно. Олег Соленко. Ага. Даже пару раз играл за нашу команду в дружеские матчи. На него тоже можно положиться в переносном случае, не в футбольном. Нет, на него можно как раз-таки в футбольном положиться. Да. Это человек, который всегда забивает. Да. Отлично. Вне зависимости от погоды, времени дня и суток. А вы только смотрите в регион? Очень редко. В последнее время очень редко. Последнее, что смотрел, это полфинала Лиги Чемпионов. И то последнее 15 минут, наверное, на серию 15 минут. Любимая-любимая? Мне нравится сборная. Сборная? Сборная Украины, да. И особенно во время нашего успешного чемпионата, дай бог памяти, это был 2004 год. Чемпионат мира. Вот тогда как-то вся страна сплотилась вокруг одной команды. Хотелось бы, чтобы так было почаще. Мы будем надеяться, что они все это покажут. Так, Василиса интересуется. Знаете ли вы, что значит ваше имя и почему родители решили назвать именно так вас? Как родители называли вас детство? Родители меня называли Ладушка, а собственно имя придумали не они. Не они, а кто же? А здесь нужно сделать паузу, чтобы вы подумали. Брат придумал имя. Я что-то подумал на бабушку. Вот мне попросилась на бабушку. Не угадала. Когда меня перенесли из дома, брату было 7 лет, 6,5. Вот. Он открыл пеленки и посмотрел, как заглянул и сказал родителям, посмотрите, да, это же Владислав. Круто. А брата как звали? Дмитрий. Даже вот так и до сих пор зовут. Я где-то тоже называли? Ну как вы знаете? Не поверите. Странная западение. Да. Дарья интересуется. Привет, Влад. Скажи, а видишь ли ты мистику? Барабашек видите? Барабашек. Ну, в этом вопросе я думаю, что ровно то, во что ты веришь, то и сбывается. Например, ну это есть, для меня это не глобальная вера во всём мистическое, но есть какие-то определённые, мне нравится украинское слово «забубон». Как по-русски сказать? Напомните. Забубон, оно там сейчас. Ну, пока вы подумайте. Да, я подумаю. Я продолжу. Например, чёрная кошка, перебегающая... Принета довольно тридцать. Да, да, примета. В этот момент, сидя за рулём автомобиля, я скручиваю дулю. Да? Да, говоря, что... Редом едущий родитель может не менять, если... Я это делаю... Потрячься. Внизу, да. Хорошо. Несколько похожий жест приходит на ум, когда видишь гаичников. Это тоже самое делаете? Традиция? Да, можно не припочинать. Чуть-чуть другой жест. Но тоже, естественно, в кармане где-то это нужно делать. Чтобы не остановили. Ну, на удачу, скажем так. На танцевальный паркет и на футбольное поле я выхожу с правой ноги. Например. Это примета? Нет. На танцевальный паркет, футбольное поле и онлайн-конференции проекта Телесим. И аргументы, и факты. Да. Вы заходите с... С правой ноги. А почему? Это примета с чем связана? А мне кажется, так онлайн-конференция веселье проходит. Да. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Хорошо. А в жизни, я сказала, с какими-то мистическими случаями, было что-то необъяснимое для вас? Или там, допустим, какая-то неожиданная удача или что-то такое, что-то вам оказалось необъяснимым для себя? Необъяснимым. Помешать встававших сил? Ну, что-то было, пытаясь вспомнить. Ну, рубашка в квартире, например. Многие рассказывают. А, да, у нас в квартире, кстати, пропало одно из Лилиных любимых платьев розового цвета. Причем оно поначалу подозревало меня. Я хотел бы нам все равно заявить, что я его не трогал. Вы неправед. А в квартире его нет. Нет. Если кто-то на улице видит вдруг в розовом платье, пожалуйста, позвоните в редакцию. Скажите, где это было. Это наше, верните. И платье, и барабашке. Жалко, просто платье реально красивое. Даже я помню, я очень редко запоминаю костюмы, цвета костюмов, особенно женские. Но вот это запомню. Барабашка оказалась со вкусом. Барабашка оказалась девочкой со вкусом. Тоже не исключено. Или мальчик у нас очень свежий вкус. Так, ладно. Следующий вопрос, обидеть я. Привет, Влад, какой твой телес по жизни? Я стараюсь делать все, чем бы я ни занимался на 100%. И стараюсь не передавать любимое дело. Вот и все. Все остальное приходит и уходит. А, ну и в принципе, самое главное в жизни. Что? Спорт. Вот так показали бицепс, я сразу подумала о спорте. Я не показал, я удавал. Я просто пылинка присыпилась. Буду мне плохо думать. Самое главное – здоровье родных и близких. Все остальное – это мелочи. Ну как, здоровье родных и близких, потом онлайн-конференция, потом все остальное. Вот он в ходном парке, да? Да. Давай, я с правой ноги. Так, следующий вопрос о таркашке. О чем? О таркашке. А, я думала о таракашке. Да, нет. Как вы шли к успеху? Расскажите свой путь, сложно ли приходилось, что пришлось пройти? Ну, кроме того, что я шел к успеху с правой ноги, как я уже говорил. Да. Ну, в основном, это, конечно, была тяжелая, кропотливая работа в танцевальном зале. Не без помощи прекрасных учителей, которые у меня встречались постоянно в жизни. Вот, и которым я буду благодарен, конечно, всегда и везде. Это тяжелая работа, это долгие часы отрабатывания одного и того же шага или движения порой. Это пот, это мозоли, это ссоры с партнершей, это разочарование каких-то плохих результатов на турнире, это ликование от того, что ты держишь в руках заветный кубок. В общем, я думаю, как у любого спортсмена, было очень по-разному. Мне было всегда хорошо. А бывали моменты, ну, я так думала, что ты в бывшей юности, что хотела все бросить и уйти. Я знал, что вас спросите. Да, 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 бегущая строка. Нет, напрашиваться просто. Что ты пишешь? Это один из вопросов, которые входят в топ-10, задаваем больше тысячи раз. Так, и у вас есть стандартный ответ на ваш стандартный вопрос. У меня есть правдивый ответ, как обычно. Мне было лет 12. Так. И я все бросила. Я проиграл в школьной драке. Ну, вот реально проиграл вообще в одну калитку, без шансов. Так. И мне показалось, что хватит заниматься танцами, нужно идти на бокс, борьбу, нужно всех побить. Так. Тех, кто меня обижал. Так. Я пропустил одну тренировку танцевальную, одну. Одну. Вот. Причем родители меня не заставляли туда идти. Они сказали, не хочешь, не иди, это твоя жизнь. А у вас следы? Выбирай. Да, никогда не заставляли. Как, в принципе, не заставляли идти на эту онлайн-конференцию. Я вчера позвонил, спросил, они говорят, твоя жизнь, хочешь, не иди. Вы знаете, когда мы пришли с мамой и с папой, мы в пас посадили. Они приезжают ко мне в гости через две недели. Приходите к нам всех троим. Я не хочу их напрягать, я хочу, чтобы они... Разгадьтесь. Да, покушали шашлыков. Ну, мы будем вас с мной надавить в гостях. Мы можем вас надавить. Спасибо. Вот. Больше я не пропускал занятий. В принципе. То есть вам... Я соскучился. Соскучились. И не пошли ли параллельно, допустим, на бокс? Ну ладно, бокс это все-таки... Я ходил на кикбоксинг в возрасте 19 лет от рода. Посетил ровно пять тренировок. Поднили все, они ушли. И заметил изменения в образе своего мышления. Причем не в лучшую сторону. Я не стоял в спарринге, мне не давали по голове. Я знаю, чем вы все думаете. Он просто на трону взблицает. Я почувствовал в себе какую-то силу, такую, мне стало страшно. Вот и я... То есть психологически вам не подошел? Психологически мне начало казаться, что я могу все. И меня это испугало. Я попал. Да. Так. Следующий вопрос. От нашего читателя или читательницы, тут не поймешь, но вопрос такой... Вы знаете, в современном мире это нормально. Я с вами согласна. Как вы учитесь в школе? И какие были ваши любимые и нелюбимые две дни? Расскажите, Влад. Как вы учитесь в школе? Я до восьмого класса был отличником. Так. Потом мне показалось, опять же, что нужно сделать выбор между школой и танцами. И я стал меньшее количество времени уделять урокам и немножко скатился на четверки. В итоге в аттестате у меня было ровно половина четверок и пятерок. То есть вы были твердые хорошисти? Самые твердые хорошисти, которого вы видели в своей жизни. Отлично. Я запомнила. А что касается предметов, мне было тяжело физика, химия, математика, опять же, начиная с девятого класса. Я не знаю, что такое алгоритмы. Вот это катастрофа. Вот я пропустил несколько уроков и потом не смог наверстать. Мне кажется, это явно не одиннадцатый класс, это где-то класс девятый. Девятый-десять. Но потом вот все остальное я как-то еще так примерно ориентировался. А вот эту штуку постоянно списывал. Кто? Кто вам понравился списывать? Друзья. Друзья? Друзья. То есть сзади обычно сидел отличники. Коллеги по несчастью. Коллеги по несчастью. А любимый пример должен? Тот, который отдавал самовар? Физкультура. И мне не стыдно об этом говорить. То есть вот, вы знаете, для многих людей на самом-то деле физкультура была довольно мучительной. Особенно девушки. Эти прыжки в длину это уже ставили. Нет, ну для меня в принципе любая активность это уже всегда была в радость. А если мы говорим о физкультуре, там же еще добавляются не просто оценки, а метры, секунды. Нормативные. Какие-то соревновательные моменты. И всегда во всем, конечно, хотелось быть первым. И не беда, что я до шестого класса не умел подтягиваться. Я потом научился. На четверку. На четверку. А сейчас? А сейчас? А сейчас я вам покажу, как я делаю. Да, давай сейчас. Хорошо. Мы посмотрим. Так. А была ли у вас любимая учительница? Вы помните? И вообще, как отношения с одноклассниками складывались? Ну, конечно, наверное, это учительница младших классов, Анна Степановна, которая, как мне кажется, вложила в меня очень много и знаний, и любви к знаниям. Впервые, когда она вызвала родителей в школу, это было для того, чтобы сказать им, что их сын впитывает знания, как губка впитывает в воду. То есть вас похванили? Очень. Так. Вот это я запомнил на всю жизнь. Мне хотелось всегда, чтобы это мнение обо мне, оно не менялось. Как-то боялся подвести родителей. Ну, и отчасти из-за того, что они тоже были учителями, наверное. В этой же школе? Нет. В другой школе? Угу. Вы знаете, вот обычно дети и учителя учатся в той школе, где работают, так родители. Как так вышло, что вы не с ними? Ну, я боролся с этим. Как? Я в коррупцию? Мне так получилось, что вот в тот момент как раз мои родители работали в интернатах в Запорожске. Мама была воспитательницей в интернате для слабовидящих детей. Отец был директором интерната, но другого немножко. Оба они находились очень далеко от дома, где мы жили. Поэтому я пошел в ближайшую школу и не пожалел. Мы поняли, судя по комментарии, ваши ученицы. Так, хорошо. Юрий спрашивает у вас совета, как заставить себя идти к цели и что-то делать. Вот стоишь утром и не хочется вставать. Вот что вы делаете? Как вы себя? Или у вас настолько железная сила уронит? Можно, Юрий, для начала купить менее удобный диван, чтобы на нем не хотелось. Можно его продать вообще? Идти к цели. Мне кажется, во-первых, нужно выбрать правильную цель. То есть не уговаривать себя, что ты хочешь чего-то достигнуть, а действительно понять для себя это и поверить. И тогда все остальное сложится само собой. То есть просто нужно действительно загореться чем-то. То есть если не можешь загореться, может быть нужно что-то другое выбрать. Все же. Мне так кажется. Потому что если всю жизнь себя заставлять, то успехов в понимании, что такой успех, не будет. Мне кажется, ты будешь просто посредственным, середничком. Хорошо. А вот Анастасия спрашивает, какая ваша цель в жизни? Вот так вот. Ну вот до этого момента я мечтал, чтобы Анастасия спросила у меня. Свершилась. О моей цели в жизни. А вот что дальше? Вот здесь сложнее. Ну, учитывая вышесказанное мной, то, наверное, я мечтаю о своей семье. Вот. И думаю, что это очень реально. Осуществуем. Да. Ну, искренне желаю всяческих успехов в этом. Вот, скажите. Ну, в принципе, еще полчаса у меня есть. Конечно. Вы хотите у меня еще полчаса. Так, хорошо. А в детстве у вас была вещь, так, кем вы хотели стать? Я хотел стать водителем. Так. Хлебовозом. Почему? А почему? А тут как-то все соединяется. Любовь к автомобилям. И запах сверху хлеба, да? Да. И желание приносить людям пользу. Вот. Я мечтал, как-то, такую работу, чтобы, ну, вот, людям было хорошо. Не только мне, а вот как-то отдача как-то была. Всем хорошо. Да. Ну, на втором месте было водителем автобуса. То есть, опять же, польза... Все то же самое, только без запаха хлеба. Опять же, машина большая и доставляешь людей туда, куда им надо. Всем же нужно куда-то ехать. Хорошо. Так. С какой стихией вы можете ассоциировать свой характер? Вас спрашивает Владислав. С какой стихией? Да. Я думаю, что это все-таки вода. Я и по знаку зодиака рак. И я могу быть... Что? Сейчас звучит, как будто я себя уговариваю. Я могу быть эмоциональным. Так. Ну, это больше на сцене, наверное. В жизни я все-таки более спокойный человек. Вы хладнокровный? У равновешен. Хладнокровный. Может быть, да. Ну, образно. Не в прямом смысле. Ну, то есть, кровь у меня горячая, как у всех. А по характеру... Да, да. Не знаю. Мне вообще нравится вода. Я оставляю в бассейне свою депрессию. Если такого случается, можно как-то... Заземлиться. Лобовные процедуры. Потерять весь негатив, да. Мне кажется, вода – это вообще наше спасение. То есть, я так понимаю, что в каких-то критических ситуациях вы не включаете эмоцию, да? Абсолютно хладнокровно решаете... Нет, но вы слышите «не включайте воду». Да, я стараюсь. Ну, бывает, конечно. Бывает иногда, там, где-то на перекрестке. Когда кто-то едет. Ну, не-не-не, гаишники... Что? Нет. Нельзя спорить. Нет. Нет, да, мы-мы-мы. Гаишник всегда прав. Ну, бывают люди, которые, там, едут на красный свет. И недавно, кстати, переезжал перекресток. И хотела было поехать на зеленый свет, но перекресток был перекрыт большим автомобилем с блондинкой, разговаривающей по телефону. То есть она ехала на красный, но она, видимо, не видела, на какой свет она ехала, потому что был телефон в руке. И когда я начал сигналить, я увидел в свою сторону неприличный жест. Тут, который вы прячете, когда видите, как пишите. Нет, уже, уже, видимо, боже мой. То есть я человек, который сегодня пришел в зеленый футболке, еду на зеленый сигнал светофора. И вот так. Ну, мы просим давить, чтобы он не вести себя корректнее. И просто смотреть по сторонам, когда едешь в автомобиле просто. Обращать внимание на светофоры иногда. Да, и не показывать нецензурные знаки людям. Это обидно. Обидно. Так, вопрос следующий. Настенька, интересуется, считаете ли вы себя талантливым? И что такое талант по-вашему? Талант, я думаю, это какой-то дар от Бога, который позволяет человеку делать что-то лучше, чем это делают другие. Я не знаю, есть ли у меня талант, но если он и есть, то это касается танцев, конечно. Потому что даже будучи 7-8-летним ребенком, на тренировках, на занятиях я как-то вот периодически отдавал себе отчет в том, что некоторые какие-то движения танцевания у меня получаются легче. И выучить я могу композицию быстрее, чем это делают мои коллеги. Я это замечал как-то. Не могу сказать, что я танцевал всегда лучше остальных, но... Ну и опять же, если мы говорим уже о выступлениях сценических, есть такое понятие, как кураж, харизма и так далее. То есть можно быть гениальнейшим танцором, но не имея способности входить в это особое состояние, кураж, о тебе никогда никто не узнает. Ты не сможешь выделиться из большого числа хороших танцоров. Их действительно много. Но не обо всех из них мы с вами знаем. Не слышим. Хорошо. Спасибо за ответ. Теперь прошу ответить на вопрос нашего читателя под ником Хомячок. Хомячок интересуется. Смотрите ли вы какие-либо там шоу? Ну, я вынуждена читать, так как Глаза дано. Извини. Чего? Просто в этом вопросе самое важное было начало. Хомячок интересуется. Дальше уже не важно. Уже вопрос хороший. Я стараюсь, стараюсь отслеживать все, что происходит на украинском телевидении, особенно все, что касается шоу, ну, схожих с тем, что делает телеканал СТБ. Если говорить о шоу талантов, ну, последнее, на что я обратил внимание, это шоу наших, казалось бы, конкурентов, телеканала 1+,1, шоу под названием «Голос страны». Вот. И не могу сказать, что я был в восторге от поведения членов жюри, но, если говорить о самих вокалистах, вот там мне было интересно, в принципе. А у вас были там свои колориты? Кто-то нравится? Кто-то хочет вас там... Я болел за красивые голоса и харизматичных людей. То есть у вас было несколько? Они там, в принципе, были, да. Спасибо за ответ. Так, хорошо. А вообще вам удается смотреть телевизор? Или, в принципе, на это время, ну, собственно говоря, рассмотр шоу – это определенное время, да? Ну, так, чтобы специально сидеть, нет, очень редко. Как правило, телевизор в моем доме включается по пути из спальни в ванную комнату. Он как раз по совпадению счастливого находится между двумя этими точками. И вот с утра, когда я стою, я его включаю. Ну, потом у меня дома нет. Несколько часов, дней или недель, как пойдет. И перед тем, как ложиться спать, опять же, по пути из ванной к своей кровати, я его выключаю. То есть он фоном, который работает постоянно. Хорошо. То есть периодически его что-то выхватывает. Да, да, стараюсь. Так, следующий вопрос от Алены. Я, честно говоря, процентов 50 не понимаю, что у нас прошло, но я думаю, что вам будет понятно. Может быть, лопат или нет? Да нет, я думаю, мне будет еще хуже. Влад, обращается к вам Алена. Скажите, правда, что если отсутствует выворотность бедер, то на поперечный шпагат можно вообще не сесть? А вы знаете... Как-то жутко звучит, я прямо не знаю. Знаете, что? В чем парадокс? Мы с Аленой друг друга сейчас поняли. Это радует. Я даже не знаю. Теперь давайте, чтобы мы все вас поняли. Это определенная физиологическая особенность построения того, как бедренные кости входят в кость тазовую, то есть определенный угол, скажем так. И да, насколько я знаю, у меня просто есть физкультурное образование выше. Насколько я помню из занятий, из информации, которую успел, опять же, выхватить, не понравилось просто слово, давно его не употреблял, то действительно, да, при определенной особенности построения вот этих костей, суставов, точнее. На поперечный шпагат сесть невозможно, действительно. Но для этого есть продольный шпагат, и тем самым можно загладить вот те комплексы, которые возникают, когда не можешь сесть на поперечный. А для того, чтобы комплексы исчезли вообще напрочь, могу сказать Алене, что я никогда в жизни не сидел ни на одном из шпагатов. Я имею в виду свои шпагаты. Так, хорошо. А пытались, скажите, честно? Пытался, да. А не все люди могут? Это просто как-то связано с мышцами? Или как вообще выяснить, если, допустим, если дети занимаются, да, вот, или бальными танцами, вот это вот воротные бедер, это преподаватели выясняют? Да, ну, желательно, да, чтобы специалист был достаточно квалифицированным, чтобы это понять. Но, опять же, если мы говорим о танцах, ну, танцах бальных, да, к которым я имею отношение больше, извините, не могу не прочитать, Наталья Могилевская показала друга. Все, продолжим. Это очень спокойно. А друга-то как слышала? Думаю, это должно быть на обложке. Почти, это... Так вот. Вы мой прогулок. Да, я всю жизнь занимался танцами, никогда не сидел на шпагатах, но вы же меня пригласили сюда. Конечно. Как мы могли вас пригласить? Значит, можно без этого как-то жить. Действительно. Так что, да, на них волнуйтесь. Ваши прогулки. Нет, я думаю, большинство людей все-таки способны сесть на шпагат, но если говорить обо мне, ну, это, опять же, особенность строения мышц и сухожилий, я больше расположен к прыжковым вещам, скажем так, чем, нежели к тому, чтобы показывать чудеса гибкости. Я никогда не был гибким и пытался, там, пару сантиметров мне оставалось когда-то в действии. Ну, вот, прямо, чтобы сесть. Ну, в принципе, в бальных танцах это не критично, я так понимаю, да? Да, абсолютно не критично. А что важно в танцах? Я с этим живу уже много лет. Ну, что основное в бальных танцах? Чувство такта, да? Я говорю, что основное? Что даже человек, вот, чтобы сто процентов, вот, ты подходишь? Я сразу вспомнил, что основное в танке, знаете? Почему в танке? Он потом коллеге расскажет. Самое главное в танцах. Я не могу сказать, вот, что-то одно. Слух должен быть у человека? Слух обязательно. Обязательно, чтобы слышать слух. Да, ну, какой-то минимум. Слух, координация. У меня договариваться с ногами и руками, да? То, что вы говорили несколько раньше. Чувство движения. Желание вообще двигаться под музыку. Партнерша или партнер, в зависимости от пола. Или пожелание. Я не говорил этого. Я это сказала. Что-то можно думать уже. Спасибо. Спасибо большое. Я прогрузу все-таки, прочитаю немного. Спокойно. Подарим это жернал, вы можете познакомиться полностью. Так, Алена продолжает свой вопрос. Как быстро можно сесть на шпагат, не имея хорошей физической подготовки? Мне кажется, это вообще опасно. Во-первых, для того, чтобы растягиваться, нужно быть уверенным, что ваши мышцы хорошо разогреты. Тогда, скорее всего, вы не получите никакой травмы. Как долго, опять же, это все настолько индивидуально. Есть люди, и они ходят среди нас с вами. И, возможно, кто-то из них даже проходил сегодня мне на встречу, когда я заходил в редакцию. Которые, никогда не растягиваясь, умеют сидеть на всех трех шпагатах. Серьезно. Это вот особенность физиологии. Детям проще, по-моему, насколько я знаю. Дети, да, дети. Помягче немного, да. Но есть люди, которые не могут сесть. И вообще, почему мы так долго говорим о шпагатах? Не интересуются читателя, ничего не могу поделать. Хорошо, давайте перейдем о шпагатах к флаге. Нужно хорошо разогреться и тянуться в разные стороны. Если вам при этом будет помогать все-таки человек, который в этом понимает, тренер, фитнес-инструктор и так далее, то будет быстрее. А следующий наш читатель, Анатолий, интересуется. Сложно ли добиться славы? И что делать, чтобы не потерять голову, когда вы ее добились? Вот понятие звездной болезни, да? И, допустим, люди, которые за очень быстрый период достигают известности, допустим, они могут ломаться, да, на каких-то психологическом плане, будем говорить? Ну, знаете, да, я в это верю. Сломаться реально. Сломаться можно было. Можно. Ну, так как я сегодня здесь и я цел, то я не сломался. Я думаю, что в первую очередь это все же воспитание. Во вторую особенности характера и в третью уже какая-то работа над собой определенная. Потому что, ну, даже среди моих достаточно близких, если не друзей, то знакомых, скажем так, есть люди, которых, я знаю, успех очень поменял. Ну, это тяжело словами описать, но это видно по человеку, когда он добивается какого-то маленького промежуточного успеха и у него чуть-чуть вырастают крылья небольшие. Ну, это видно сразу. Я понимаю, что вот если бы такой человек стал известным, то я бы, наверное, с ним не смог общаться. Он бы стал другим. Вот. А что, кстати, у меня, да, это было очень внезапно, но Наташа Могилевская, которая недавно показала своего друга, с которым мы провели много незабываемых месяцев в танце, она пыталась, ну, что пыталась, у нее получалось подготовить меня ко всему, что произойдет впоследствии. То есть, и когда мы только начинали заниматься, тренироваться, и никто, кроме моих родственников и знакомых, не знал про такое Владьяма, она достаточно регулярно говорила мне, что вот увидишь, начнется проект, начнутся прямые эфиры, и тебя будут узнавать на улицах, у тебя будут брать автографы, с тобой будут фотографироваться. А я, ну, искренне в это все не верю. И говорил ей об этом, ну, что-то вроде, ну, ладно, прекращай, о чем ты говоришь, неправда. Вот. Но, как человек прагматичный, человек, который, ну, старается все свои планы знать наперед, я себе какую-то отметочку ставил в голове небольшую, на случай того, если вдруг так начнет происходить, как я себя буду вести. Я помню свой первый автограф, это было в одном из заведений. Не хочется называть это быстрым питанием, потому что вы подумаете сразу о Макдональдсе. Да что, вы знаете, сколько их сейчас уже? Вот. В одном из заведений. В одном из заведений, да, очень людно. Мне подбежала девочка и попросила расписаться на салфетке. И вы расписались? Я был в шоке, но расписался все. Макдяма даже в шоке может расписаться на салфетках? Да. Тренировались, значит? Да. Да? Нет, я не тренировался. Нет. Дело в том, что... Нет. Я тренировался, когда выдумывал свою подпись вообще для паспорта, ну там в детстве еще. Папе показывал, что ты думаешь про этот повод. Но первые мои несколько автографов, которые будут когда-то проданы с аукциона, я думаю, за большие деньги, они несколько отличаются от того, что я делаю сейчас. То есть, вот первые варианты, они были такие же, как у меня в паспорте. То есть, это реально мой автограф. А потом мы решили... Автограф – это тот, по которому видно, что вообще кто его оставил. То есть, он более читабельный. Читабельный. Да. Ну да, те, которые в паспорте лучше не оставляли. Поэтому девушка, которая подошла ко мне, тогда просто передает приветик. Или девушке. Нет, это было не в ресторане. Когда еще не были в ресторанах, это важно. Быстро его питание. Да, это было в районе Бессарабки. Уже все в жизни. На втором этаже. Правда? Я думаю, она поймала. Я просто помню. Так, хорошо, спасибо за ответ. Вопрос от Славика. В каких странах вы были и куда бы вы хотели поехать еще? Ух ты. Хороший вопрос. Давайте попробуем перечислить. Я за свою жизнь, назовем это так, был в Польше. Мне интересно посчитать даже. Польша, Словения, Великобритания, Россия. Тоже за границей, да? Ну да, сейчас уже, да. Греции, Германии, Франции, Эмиратах, Турции, Египте. Пальцы закончились, начинает шарить. Пошла третья рука. Ну, это еще не все, я чувствую. Ну, давайте играть. Это я уж боюсь предположить. Норвегия? Нет, это далеко так не будет. Хорошо, Прадо. А, Тунис? В Праде это должно быть поворотник. Мне кажется, я тоже не знаю. Так, судя по странам, последним названным вы любите, отдыху у моря. Правильно я понимаю? Правильно. Правильно. Хорошо. А какая страна вас возносит? Мы хотим в ближайшее время поехать в какой-то большой тур по Европе. Даже есть мысль сделать это на автомобиле. Вот этого никогда не делали. Мне шутка интересна. Вот сесть и доехать куда-то, в Испанию. Хорошо. Отлично. Ну, вот хорошо. А Истан, которую вы назвали, какая у вас поразила в Европе? Мне кажется, это все-таки объединенные Арабские Эмираты. Дубай. А что же нас так поразили? Это страна будущего. Не знаю, это какой-то другой мир совершенно. И, во-первых, там можно ходить без кепки. Ну, в принципе, как и во всех остальных странах, которые я перечислил, потому что меня там почти никто не узнает. Вот это для меня отдых. В первую очередь. То есть расслабиться. Не оглядываться в магазине, когда берешь вещи в примерочную. Чтобы не забежали за автографом. Ну, да. Ну, вы что, в примерочную забегали? Не, ну, не в примерочную. Как-то уж совсем. Я, кстати, в Дубае в торговом центре давал автограф девочке. Последний раз мы были. Новый год буквально. Идите, и там вас дождало слова. Ну, один человек всего был. За неделю один человек. Это очень хороший результат. Да? То есть если очень плохой, как может показаться начинающим артистам. Но для человека, отдыхающего в другой стране, это очень хороший результат. Вот. Там метро без машинистов. Автоматическое, да. Там, ну, там мне все нравится. И погода хорошая, шопинг замечательный. И в пустыне мы побывали, на джипах катались. Рыбалка была в открытом океане. Я поймал... Вы знаете рыбу? Вот так покажу. Вот такую рыбу под названием барракуда. Нет, я вообще не рыбак. Вы знаете, мы вас немножко подловили на этом деле, потому что у нас неделя, как по-моему, четверг или пятницу был в Максиме Лиде. И сказал, что вы умеете ловить рыбу. Но более того, вы умеете ловить удочку в реке. Вот, давайте об этом поговорим. А что же все время о шпагатах? Это уникально. Меня просто везет на эти все вещи. К Маку, да, мы приезжали в гости пару раз. Последний раз очень смешно было. Я за три часа, мне кажется, я поймал где-то один-два карася. Что уже хороший результат. Нет, очень плохой результат. Очень плохой. А, собственно, отец Максима, который сидел рядом, он так вытаскивал прилично. И когда мы уже разочаровались и решили ехать домой, только отошли от водоема, начался жуткий крик. Что-то вроде, чья удочка уплывает? Чья удочка? Я поворачиваюсь, понимаю, что это моя удочка, и она как на середине водоема так плавно-плавно-плавно плавно плывет. Курсирует тогда в центр. И начинают смотреть друг на друга, кто будет нырять. Ну, а кто будет нырять? Твоя удочка? Пожалуйста. В общем, очень смешно. Да, есть фотографии, где я плыву в сторону берега, держу одной рукой удочку, вот такую изогнутую, с рыбой, а второй рукой грибок. Вы вернулись только с удочкой, а вы еще и с рыбой вернулись? С рыбой, конечно. Да, и мы ее съели, тем же вечером. Вот так вот. И кто это был? Это был карась? Я не помню, мы не успели познакомиться. Мы не познакомились. Как-то так быстро все пролетело. Летом, буквально, вот в прошлом летом в Крыму на пиратской яхте, замечательно, мы с друзьями тоже ходили в море на рыбалку, и где-то на четвертой минуте, насколько я помню, закидывая, это называется закидушка, ну леска такая с крючками, я почувствовал, как зацепил, зацепил, давайте, о, вам плохо, давайте, я буду помедленнее, что я прочувствую. А, я тоже ловлю рыбу, я потом ловлю, как это. Крючком зацепился за палец, вот. И, значит, я, ну, пытался словить рыбу, и мне так показалось, что черненько что-то в пальце, хотя снаружи ничего не торчало. Вот, оказалось, что я достал свои крючки, один из них был сломан. То есть зацепив... Осколок... Да, кусок крючка был ровно вот у основания ногтя. Какой ужас. Ну и, соответственно, наши матросы, замечательные, делали мне небольшую операцию. Сурово вырвали крючок из вашего пальца? Нет, очень аккуратно, очень, очень хорошо продезинфицировав это. Причем часть пришлось употребить даже внутрь, потому что я реально терял сознание, я, в принципе, только человек впечатлительный. Вот, ну, нормально все, вытащили, немножко я так покрутил, меня побросало, но на берег не вернулось, слава богу, скорую не вызываю. Хорошо. Вот, а в Эмиратах я стал чемпионом. Мы отправлялись в открытое море, часа полтора, наверное, была рыбалка, разные были рыбки, там, все доставали какие-то разноцветные, небольшие, ну, все там сантиметров до 20, наверное. И потом именно мне посчастливилось вытащить самую большую рыбу, я не знаю, сантиметров 60, наверное, была. Барракуда я еле вытащил, маленькая акула была. Есть фотографии, кстати? Вы ее потом съели? Нет, мы ее оставили, оставили на корабле, но перед этим на обед мы ели вот такую же рыбу. Ну, не знаю, точная или нет, но что-то подобное. Но я стал чемпионом, и, кстати, со мной, с этой рыбой люди фотографировались. Это там не было украинцев, там были французы, англичане, кто-то еще не помню. В общем, меня никто не знал, до того, как я не вытащил рыбу. И по пути обратно, я чувствовал, меня некоторые все-таки как тыкали пальцами, это тот, который вытащил самую большую рыбу. А вытаскивается, вот, хищную рыбу сложнее, да? Насколько я знаю, нажму вот и... Такой я, ну, я... Или вам это не будет? Мои пальцы не были вблизи, ну, я как бы ее держал, в принципе, подальше от себя, да. Люди, которые подходили фотографироваться, там, брали как-то, ну, я боюсь. Ну, правильно. То есть, зачем рисковать? Ну, она была очень тяжелая. То есть, в воде реально, ну, так леска, а так, ну, резала руки. Так, хорошо, спасибо большое за ответ. Следующий наш читатель интересуется, какой ваш любимый танец? Самбо. Самбо. Самбо, я просто... Это тоже в топ-10 футболит. Да, ну, я так и поняла. Самбо разнообразный по ритмам, самый праздничный по настроению. Ну, и сама музыка, ощущение пульсации, баунс. Он меня очень трогает. Хорошо, спасибо. Вопрос следующий от читателя. Кто больше всех вам понравился из последнего сезона шоу «Украина – мои таланты»? Может быть, несколько фаворитов на завете с вами? Мне очень запомнилась необычная пара акробатов. Женя и Андрей. Ребята выступали в первом полуфинале и, к сожалению, оказались в одном шаге от того, чтобы попасть в финал. А вот мои коллеги проголосовали против них. Я имею в виду Игоря и Слава. Я почти не обижаюсь. Почти? Почти. Почти. Хорошо. Встречный вопрос от Лёви. На «Х-факторе» больше не будет ёлки в жюри. Теперь будет Лолита. Это правда? И как вы к этому относитесь? Как думаете, справится ли она с этой ролью? У меня нет информации официальной, естественно. А в принципе, если будет Полита, не знаю, насколько она справится профессионально. Думаю, что справится. Но то, что это будет весело и непредсказуемо, это 100%. По крайней мере, вот я такой эфир включу и посмотрю. Мне интересно. Но это не 100%? Это просто пока не слухи? Нет, конечно. Хорошо. Я думаю, что в любом случае, как только это станет ясно, то с веб-сайта СТБ это можно узнать быстрее, чем от меня. Там будет раньше. Хорошо. Так, вопрос следующий от Димы. Совсем скоро к нам приедут иностранцы. Волнуетесь ли вы и что не подумают о нашей стране? Вы, я так понимаю, волнуетесь, поскольку, Дима, очень низко от вас. Вы в полной мере на себе это прочувствуете? Ну, я тоже много бывал где-то за границей, поэтому рискну предположить, что многие не останутся, к сожалению, в нашей стране в большом восторге. Ну, я сейчас говорю не только о дорогах, а об уровне сервисов, заведениях. В принципе, от степени готовности к такому событию большому. К сожалению, не думаю, что все будет классно. Да. Так, вопрос следующий. Переходим от грустного к веселому. Как считаете, почему так много недоладливых людей приходят на шоу и позорятся? Это все очень просто. Это несоответствие самооценки с реально тем, что может, умеет человек. Это элементарно. И опять же, эти люди находятся среди нас. Может быть, не в этой комнате. Не в этой комнате. Где-то неподалеку. Это абсолютно нормально. То есть люди себя несколько переоценивают и думают, что они поют или танцуют, или что-то делают. Это еще лучше, чем это есть на самом деле. Но я вам больше скажу. Даже среди моих друзей есть люди, которые смотрят наше замечательное шоу только на стадии кастинга. Из-за того, чтобы, ну, как у нас так говорят, поражать. Как только в шоу остаются только талантливые и сильные конкурсанты, люди перестают смотреть. К сожалению. То есть весело. Да, ну, это то, чего зритель, то, что зритель может запомнить, от чего получить эмоцию, и почему бы это не показывать. Тем более, ну, это жизнь, это так есть. Если люди приходят, зачем вырезать их из финальной версии, в общем, монтажа. А вам не бывает так жалко? Жалко людей? Да. Все-таки приходят отбиваются, что человек уверен в чем-то. Бывает жалко, но что делать? Вот так вот. Нужно говорить людям правду. Как жестоко, но не надо. Да. Так, спасибо за ответ. Следующий вопрос. Ну, там приближаемся уже. Да, мы уже приближаемся. Василий спрашивает. Не хотели ли бы вы станцевать на шпиках? Как это делают ребята из группы казаки? И как вы оцениваете их творчество? Вы знаете, я боюсь, что если я обою шпильки... Казаки потеряют своих фанатов. Да. Я согласен. Больше всего я хотел сказать. Я отношусь к их творчеству нормально, скажем так. Они создали свою нишу и заняли ее. Почему бы и нет? Танцуют они очень даже пристойно. Я имею в виду технический уровень. По поводу пристойности. И они вызвали какой-то резонанс. И я не думаю, что это самый лучший путь заявить в мире о том, что такое Украина. Но если благодаря их творчеству кто-то все же узнал, что есть и такая страна, то почему бы и нет? Ну, конечно, братья в крючко это получается лучше, представлять Украину в каком-то правильном свете. Но это творчество. Ну, а тут уже... Творчество замечено, Мадонна заметено. Да. Даже так. На вкус и цвет. Да. Мадонна бы плохого не взяла. Хорошо, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Ярика. Вы сейчас где-то танцуете или полностью отдались в карьере ведущего? Я сейчас как бы сижу вообще. Я выступаю, да, регулярно. Приглашают. Я стараюсь поддерживать свою форму физическую, танцевальную. Есть достаточно много приглашений. Я выступаю и как с Оля, и со своей партнершей, и есть ребята из прошлых сезонов танцуют все, с которыми мы вместе иногда делаем небольшие шоу, такие, загазного характера, скажем так. Какие-то постановки, компакт-мюзиклы и так далее. Да, конечно, я продолжаю танцевать, и в ближайшее время не собираюсь это дело бросать. Да, у меня появилось много всего остального, но танцы всегда со мной. Влад, а вообще карьера телеведущего вам не интересна? Не хотели бы просто попробовать в плане там, поднаживления какого-то шоу или телепрограмма? Интересно. Я думаю, что это рано или поздно произойдет. Просто пока я, наверное, не совсем готов к тому, чтобы прямо это сольное сделать. Но рассматриваю каждый из съемочных дней в разных проектах как подготовку к чему-то, возможно, большему для меня. То есть я думаю, что в соль... Хотя куда уже? Я думаю, что в соль мы увидим программу с вашим... Головное шоу Украины. Головное шоу. Не берем икать. Доброе, не буду вам. Так, мы плавно подходим к концу. Последний вопросик от Валентины. Будете ли учить свои дети танцы? Я думаю, что я буду принимать участие в том, чтобы учить детей своих танцев, но так, чтобы делать это от а до я, мне кажется, я бы предпочел, чтобы это делал тот у друга хороший, знающий педагог. Потому что я боюсь, что могу со своими детьми испортить отношения. Я когда-то свою девушку учил ездить за рулем, это были 40 минут вырваны из жизни, много седых волос, если бы они у меня были, если бы я не брел. Ну, это жестко. Каждый должен заниматься своим делом, ну, с близкими людьми, вступать в отношения учитель-ученика. Мне кажется, они не стоят. Вам сложно что-то преподавать, это не ваше? Это очень мое, я просто, я психовать, это, потому что есть преподавание, а есть жизнь. Есть хореографический зал и есть все, что кроме. Так вот, то, что в зале происходит, это, ну, общение происходит в гораздо более жесткой, иногда ультимативной форме. Вот в жизни это не нужно переносить. То есть, если это твои ученики потанцевали, разошлись, улыбнулись друг к другу и забыли. А если это близкие люди, то ты выходишь из зала, а негатив, вот он только что был. Так, хорошо, спасибо за ответующий вопрос, это не вопрос, а пожелание от Ирины. Здравствуйте, Влад, я ваша поклонница из России. Вы мне очень нравитесь, как танцор, благодаря вам у меня появилось желание заниматься больными танцами. Вы очень красивые, уваятельные, добрые, у вас очень красивые глаза и улыбка. Спасибо вам за то, что вы есть. Без вопросов? Вот так вот, да. Я считаю, это лучший вопрос сегодняшнего дня. Да. Как зовут человек? Ирина. Ирина из России у нас. Ирине хочу пожелать больших успехов в танцах и не только в танцах. И действительно очень приятно, что нас смотрят не только в Украине. Мало того, буквально два дня назад мы встретились на одном из мероприятий с Александром Олешко, который является ведущим в «Минуту славы» российским. Так вот он мне признался, что он тоже смотрит «Украина – мой талант». Вот так вот. И даже в чем-то это шоу ему нравится больше, чем в российском. В чем-то. В чем-то. Спасибо большое. Я не знаю, что в гостях у нас сегодня был Влад Яна, украинский танцор, студенте телевизионных проектов «Ukraine – мой талант». Влад, спасибо, что вы к нам вышли. И вам спасибо. Я надеюсь, что ответил на все вопросы. Да, мы надеемся, что вы придете еще много раз. Я, в принципе, могу остаться. Хорошо. И так вам не остается в аргументах. Так, да. Спасибо. Спасибо.